Роботы вместо кукол. Интересы Алики Авдеевой отличаются от увлечения многих ее сверстниц. Робототехникой девочка занимается уже три года. Говорит, что это помогает ей в жизни и в учебе. О своем хобби рассказывает с блеском в глазах и очень рассчитывает на победу. Я участвую в соревнованиях Триктория. Задача в соревнованиях Триктория – проехать по линии. И так, чтобы не сбиться с нее, я уже ездила на робофинист в Санкт-Петербург. Надеюсь, если мы сейчас пройдем в Москву, там мы займем первое место. Стать лидером в фестивальных конкурсах – задача не из легких, ведь талантливых участников много. На робофесте в прошлом году свои работы представили 364 молодых инженера, в том числе и из соседних республик. На конкурс в Москву были отобраны меньше половины. В этом году желающих не убавилось, поэтому организаторам пришлось продлить соревнования. Сегодня у нас соревнования, в отличие от предыдущих лет, проходят два дня. Это 30 января и 31 января. Проходит оно на территории Самарского государственного технического университета. Ежегодно увеличивается количество участников робофеста. Всего на фестивале представлено пять площадок. В командах по два человека. Один участник собирает робота, второй задает ему программу на компьютере. Такое по плечу далеко не каждому взрослому. А вот дети на робофесте приводят свои изобретения в движении, кажется, без особого труда. Организаторы надеются, что внимание талантливой молодежи к сфере высоких технологий будет расти и дальше. Может быть, именно эти ребята помогут сделать роботов частью нашей повседневной жизни. Вот такой вот малыш будет развозить клиентам кофе в кафе. Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов. События. Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов.